Какая работа по противодействию коррупции ведется в администрации Нинецкого округа и как оценивают ее эффективность? Об этом мы поговорим сегодня, это актуальное интервью. У нас в гостях начальник отдела противодействия коррупции аппарата администрации Нинецкого автономного округа Вавилов Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Какая работа ведется в администрации НАУ вот в этой сфере? Прежде всего я хочу поблагодарить за ваше приглашение, принятие участия в этой программе. Действительно, антикоррупционная тематика, она актуальна сейчас не только в связи с событиями в России, которые мы наблюдаем в средствах массовой информации, но и в связи с тем, что 9 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Это очень знаковое, важное событие в мировой истории, я бы сказал так, начиная с 2004 года. Что касается деятельности по противодействию коррупции, то могу отметить, что в округе не только правоохранительные структуры, не только прокуратура занимается вопросами противодействия коррупции, но и в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции и указом президента 2015 года был создан специальный орган противодействия коррупции, которым является в настоящее время аппарат администрации. В составе аппарата создано специализированное подразделение, это отдел противодействия коррупции, который я возглавляю, Соответственно, этот отдел подчиняется и контролируется непосредственно губернатором округа. В 2016 году по итогам декларационной кампании 2016 года было проанализировано свыше тысячи справок служащих, которые предоставляли свои сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам такого анализа было организовано проведение пяти проверок. В результате четверо служащих были привлечены к юридической ответственности. Одна проверка сейчас еще не завершена, но перспектива ее такая же абсолютно. Все проверки организованы в связи с предоставлением недостоверных сведений о доходах. В основном проблема заключается в том, что люди, вернее служащие, не указывают доходы от продажи какого-либо имущества от иных источников, помимо основной своей служебной деятельности. Ну и установлен один случай, к сожалению, участия в руководстве некоммерческой организации, что в принципе запрещено законом. Конечно, такие итоги декларационной кампании, ну в принципе, нас не совсем устраивают, учитывая, что достаточное количество служащих предоставили недостоверные сведения о доходах. Но вместе с тем мы на протяжении 2016 года и служащих, и, соответственно, и муниципальных, и гражданских ориентировали на то, чтобы эти сведения заполнялись в соответствии с методическими рекомендациями, которые разработаны Министерством труда. Мы провели пять семинаров, разослали, соответственно, в государственные органы, органы местного самоуправления памятки по этим вопросам, проводились постоянно консультации. Для того, чтобы использовать и иные средства воздействия на служащих, для того, чтобы они исполняли антикоррупционное законодательство, в 2016 году, буквально в сентябре этого года, было принято положение, вернее, внесены изменения в положение опремирования. И в случае, если служащий совершает коррупционное правонарушение, к нему применяются меры и материальной, я бы сказал так, ответственности, путем снижения или лишения премии от одного до трех месяцев. Следует отметить, что в соответствии с закрепленными полномочиями, в том числе в соответствии с указом президента Российской Федерации, орган, который создан в субъекте, это не карательный орган. Это орган, скорее всего, профилактики коррупционных правонарушений. Это оправдано с точки зрения распределения компетенции между таким органом и, соответственно, прокуратурой и правоохранительными структурами. Ну, действительно, не может, наверное, одно и то же подразделение заниматься и консультированием, соответственно, и применять какие-то виды наказания. То, что проводились проверки, это, скорее, наверное, исключение больше из правил, нежели как бы само правило. В этой связи в рамках профилактики отделом, по инициативе отдела была актуализирована нормативно-правовая база округа. Были разработаны большинство постановлений в этой сфере, постановления губернатора, администрации. Проводились различные консультации, проводились семинары, проводились различная разъяснительная работа, памятки и так далее. Все это направлено в органы государственной власти, в органы местного самоправления для использования, соответственно, в работе. Вы говорили об эффективности, но что касается эффективности, я могу сказать, что, наверное, в 2015-2016 годах деятельность в сфере борьбы, противодействия и профилактики коррупции стала более открыта, более понятна, наверное, населению, улучшилось взаимодействие с правоохранительными структурами, на что ориентирует нас и нормативные правовые акты президента. К сожалению, конечно, продолжает иметь место определенные случаи в деятельности и органов государственной власти, и органов местного самоправления, которые связаны с определенными видами коррупционных правонарушений. Но постоянно изменяющееся законодательство в этой сфере, в основном федеральное, можно наблюдать фактически каждый месяц какие-то изменения в этой сфере. Наверное, даст свой положительный результат. Вы сказали, что ваше дело занимается профилактикой. То есть профилактика вот в этом вопросе, она все-таки важна, да? Безусловно, профилактика коррупции входит в понятие, если брать сам закон о противодействии коррупции, в понятие противодействия именно коррупции, поскольку на начальном этапе необходимо предостеречь, а потом уже решать вопрос... Предупредить. Да, предупредить, конечно. И вот какие нарушения законодательства вам, возможно, удалось пересечь, предупредить? Были случаи? Пресечения нарушений законодательства, да, безусловно. Были случаи, когда служащие обращались с уведомлением о выполнении иной оплачиваемой работы. 79-й федеральный закон о государственной гражданской службе позволяет служащему сейчас выполнять иную деятельность, но если это не влечет конфликт интересов на службе. Были случаи, когда служащие обращались с уведомлениями для выполнения иной работы, которая даже из самого текста уведомлений следовало, что может возникнуть конфликт. Мы, конечно, эти уведомления рассматривали, отказывали служащему возможности замещения какой-либо иной должности. А вот какие самые, может быть, распространенные виды коррупционных преступлений и нарушений? Насчет преступлений, конечно, может быть, не хотелось бы говорить. Ну, нарушений, можем мы говорить о нарушениях? Самое распространенное, которое у нас встречается в практике на протяжении 16-го года, безусловно, это сокрытие каких-либо доходов от продажи какого-либо имущества. Я бы не сказал, что это ярко-коррупционное правонарушение. Скорее всего, в ряде случаев можно говорить о незнании, непонимании законодательства. Поэтому мы почему и ориентируем служащих участвовать в различных семинарах, которые мы проводим, с нашим участием, соответственно, по нашей инициативе, которая проводится. Наверное, это основное, что мы выявляем в деятельности служащих. То есть ваша такая миссия просветительская. А вот как у вас налажено взаимодействие с органами контроля и надзора, с прокуратурой, с правоохранительными органами? Такое взаимодействие, оно осуществляется путем проведения совместных различных совещаний. В частности, в рамках реализации указа президента, о котором я уже говорил, в округе была еще создана комиссия по противодействию коррупции, которую возглавляет губернатор. В комиссии в качестве членов представлены руководители всех правоохранительных структур нашего региона, руководители всех контролирующих органов. В рамках деятельности этой комиссии обсуждаются наиболее актуальные вопросы. По итогам заседания вырабатываются какие-то единые подходы. Соответственно, это как раз и ориентировано на взаимодействие таких структур. Безусловно, и нашим подразделениям, и правоохранительными структурами и прокуратурой проводятся какие-либо проверочные мероприятия, в том числе на предмет, к примеру, аффилированности лиц при совершении каких-либо действий. Безусловно, в этих ситуациях мы взаимодействуем, и с нами взаимодействуют такие правоохранительные структуры и прокуратура для того, чтобы достичь большего результата. Вот в связи с последними громкими такими коррупционными скандалами в стране, будет ли усилена как-то вот работа вашего отдела в том числе? Ну, могу сказать, что работа по совершенствованию механизмов воздействия на служащих для того, чтобы они не совершали коррупционные правонарушения, проводится постоянно. Первоначально мы ориентированы на то, чтобы наша законодательная база была более совершенна, более открыта и лояльна. К примеру, в ноябре планируется принятие во втором чтении закона о внесении изменений в закон о противодействии коррупции в округе. Это наша инициатива, мы разработчики этого законопроекта. В соответствии с законопроектом фактически вносится значительные изменения в окружное законодательство. Мы устанавливаем новые формы, в том числе антикоррупционный мониторинг, антикоррупционное просвещение, соответственно, предусматриваем иной немного порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правовых актов. Вообще, антикоррупционной экспертизе актов сейчас придается довольно-таки значение на уровне Российской Федерации, поскольку, к примеру, правовым управлением аппарата сейчас разработается проект закона округа о дополнительных гарантиях проведения антикоррупционной экспертизы уже независимой. То есть независимые эксперты могут на сайте, допустим, администрации посмотреть проекты нормативных актов, высказать свои замечания, направить заключение, и уже государственный орган будет рассматривать это заключение и, соответственно, разрабатывать этот законопроект с учетом замечаний. Кроме того, по инициативе правительства Российской Федерации, аппарат администрации сейчас участвует в формировании реестром лиц, служащих гражданских, муниципальных, уволенных в связи с утратой доверия. Ну, как известно, с 2012 года, то есть с момента введения этого правового института, в России было уволено за утрату доверия 1200 человек. Мы не так давно наблюдали ситуацию с министром развития, соответственно, он также был уволен президентом в связи с утратой доверия. Эта работа проводится сейчас фактически несколькими структурными подразделениями аппарата, и в итоге будет сформирован единый реестр на сайте, либо, соответственно, эконом-развития, либо на сайте Министерства труда, пока еще не определились, где любой гражданин может посмотреть, кто, соответственно, уволен за утрату доверия, любой руководитель госоргана, посмотрев на этот реестр, на список тех лиц, не принять его на службу в дальнейшем. А вот, допустим, те люди, о которых вы говорили, которые скрывали свои доходы, вот какая-то к ним применяется какая-то ответственность? Какая-то, да. Или они также продолжают работать в органах государства? Они продолжают работать. Вот к ним также может быть применена мера в виде увольнения в связи с утратой доверия, но с учетом, я бы сказал, степени, степени и суммы сокрытия денежных средств. Из тех проверочных мероприятий мы таких лиц не выявили, поэтому они были привлечены только к юридической ответственности, что предусмотрено на федеральном законодательстве. Критерии привлечения к ответственности и, соответственно, возможности увольнения в связи с утратой доверия, они также определены Министерством труда. Они направлены, соответственно, в субъекты, и они применяются сейчас, и поэтому на основании этих методических рекомендаций мы не реализовали эту меру ответственности, а использовали другие. Вот вы сказали, что ваша, так скажем, деятельность, она распространяется не только на госслужащих, но и муниципальных, правильно? В отношении муниципальных служащих мы не наделены какими-то распорядителями, полномочиями. Здесь оказывается в основном методическая помощь. Методическая помощь, разъяснения, различные памятки направляются в том числе в их адрес для того, чтобы они применяли на практике. Я знаю, что существуют комиссии по соблюдению требований к поведению госслужащих. Что это за комиссии, чем они занимаются, зачем создаются? Действительно, такие комиссии, это комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и регулированию конфликта интересов. Сейчас в Нинском автономном округе создана 41 комиссия. Это не учитывая те комиссии, которые функционируют в территориальных подразделениях федеральных органов государственной власти. Это только органы местного самоправления и органы государственной власти субъекта. Эти комиссии создаются для того, чтобы рассматривать вопросы об исключении конфликта интересов в деятельности служащих. При возникновении какой-либо конфликтной ситуации, ну, к примеру, выполнении иной оплачиваемой работы, такие вопросы рассматриваются на комиссии для того, чтобы предотвратить, как раз о чем мы говорили ранее, предотвратить такую ситуацию негативную, и чтобы в итоге конфликт интересов не повлек ущерб для государственного или муниципального органа, эти комиссии ориентированы на принятие того или иного, рекомендательного, конечно, решения. Сейчас, братья, если 16-й год, то в Нинецком округе рассмотрено, проведено 15 заседаний таких комиссий только в органах исполнительной власти. Рассмотрено 14, насколько я помню, заявлений гражданских служащих. По итогам этих заседаний в ряде случаев принималось решение о привлечении к ответственности тех служащих, которые не исполнили антикоррупционную обязанность. Если сравнивать количество заседаний комиссий, которые проведены в предыдущие годы, 14-е, 15-е, конечно, их там было больше. Но в связи с тем, что мы в 15-м году разработали и приняли постановление губернатора о порядке уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы служащими, то это снизило, соответственно, количество таких заседаний, поскольку не рассматриваются определенные заявления, которые можно просто фактически написать в заключении и положить его на линклатурное дело. Поскольку объективно нет никакого конфликта, соответственно, нет смысла и целесообразности рассматривать это в заседании комиссии. Мы анализировали в этом году ситуацию с комиссиями в органах местного самоправления. Объективно наблюдается, что фактически такие заседания не проводятся. Ну, здесь две ситуации. Либо незнание законодательства, незнание оснований для проведения таких заседаний, либо действительно отсутствуют какие-то ситуации, которые могли бы рассмотрены на таких заседаниях. То есть, вот как вы оцениваете все-таки работу этих комиссий? Я могу сказать, что во всех государственных органах, которые сейчас у нас имеются, в органах исполнительной власти, я имею в виду, наше подразделение принимает участие, сотрудник подразделения принимает участие. И объективно деятельность этих комиссий улучшилась. То есть, мы наблюдаем ситуацию, что, во-первых, сейчас приведены все положения по комиссии в соответствии с федеральным законодательством. Это раз. Во-вторых, решения принимаются четко в соответствии с принятыми положениями. Если раньше, может быть, и был какой-то возможность принятия отклонения в сторону, то сейчас мы четко следуем положениям, которые действуют у нас на территории субъекта. Ну, судя по тому, что вот вы сказали, я так понимаю, что положительная динамика есть. Уменьшилось количество каких-то нарушений, заявлений, как-то все очень позитивно, да? Ну, я скажу, что динамика на улучшение, конечно, имеется. Этому способствует постоянно изменяющееся законодательство. Оно ужесточается, и в Нинском автономном округе оно постоянно также совершенствуется. Поэтому все начинается с закона, конечно. И поэтому мы ориентируемся на то, чтобы все служащие соблюдали его. В заключение нашей встречи хотелось бы гражданским служащим и муниципальным служащим пожелать, чтобы они использовали свои полномочия не вопреки, а во благо интересов своей службы. Спасибо, Дмитрий Александрович, что пришли. Интересную беседу. Это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok